на основании покупки недвижимости два варианта 205 тысяч долларов либо 544 тысячи долларов золотая виза дает возможность проживать вне страны на протяжении всех десяти лет мы в принципе предоставляем услугу по получению золотой визы за 7 дней что касается открытия компаний то в принципе она занимает от 3 опять же до 6 7 дней а некоторые кооперируются в 2 3 4 5 человек потому что на одну компанию можно же получить некое количество виз почта привозят тебе по адресу сам документ самый на рейтс айди и ты уже полноправно можешь везде им пользоваться откройте счет вам открываю счет сделать мерезинскую визу тебе сделали резинскую визу потом куча проблем которые у тебя возникает с которой ты потом ходишь и как бы плюешься на этот сервис что в дубай процедурных моментов очень много на которые необходимо обращать внимание поэтому в такие ситуации лучше не попадать здесь очень важно понимать с кем ты имеешь дело твои члены семьи получают такую же визу которая есть и у тебя долларах в определенном банке здесь есть такая история что предлагают 6 процентов годовых к сожалению финансового мошенничества здесь хватает если вы смотрели наши предыдущие интервью с антоном мускалевым там рассказал покупки недвижимости о всех нюансах антон и кто не смотрел я напомню это соочредитель генеральный директор компании palladium group который занимается недвижимостью а также различными консалтинговыми услугами и сегодня мы давайте спросим у антона все вопросы которые касаются открытия резидентских виз банковского счета ведь переезд это не только покупка недвижимости антон давай по порядку какие типы виз здесь есть я просто смеюсь потому что когда он начинает говорить волны начинают шуметь громче и я это понимаю да борис да пожалуйста конечно какие типы виз визы бывают разных типов первое основание которое то есть необходимо получить основание для того чтобы можно было получить резидентскую визу и проживать здесь первый тип виз это инвесторский на основании покупки недвижимости два варианта 205 тысяч долларов либо 544 тысячи долларов которые ты вкладываешь собственно где 205 тысяч долларов и должно быть готовое жилье 545 тысяч долларов это должно быть жилье которое построено там на 40 на 50 процентов и более то есть зачастую как бы это очень сильно разница потому что нет единых каких-то законов постоянно приходит новое руководство той или иной организации меняются правила и как бы иногда разрешают и на 40 процентов готовности иногда не разрешают только от 50 ну в общем это всегда проверяется грубо говоря опытным путем но тем не менее 50 и выше то есть тоже можно получить золотую визу это 545 тысяч долларов обычная виза за 205 это двухгодовалая виза преимущества основные в том что золотая виза дает возможность проживать вне страны на протяжении всех 10 лет у тебя нет четкого требования приезжать в страну раз 180 дней проводить здесь два дня и улетать обратно то есть ты как бы совершенно свободен в этой части есть резиденция которая позволяет тебе здесь пользоваться банковскими услугами проживать стране пребывать в ней сколько необходимо оформлять спонсорство за своими за своей семьей за членами семьи но и вести здесь какую-то деятельность потом есть тип виз который выдается на основании открытия компании да это обычная виза есть процедура оформления золотой визы для этого необходимо выполнить тоже ряд требований по заработной плате виза тоже выдается на два года собственно для собственника компании ты имеешь право оформить себе эту визу также можно получить визу по трудоустройству в компании здесь необходимо чтобы тебя был трудовой договор тебе официально оформляют и тоже визу получаешь на два года есть небольшая разница между тем когда это сделано когда виза получена на компанию как собственнику и когда это по трудоустройству в основном это будет влиять дальнейшем на взаимоотношения с банковским сектором людям у которых есть зарплатный сертификат либо справка заработной плате гораздо проще будет получить кредит гораздо проще будет открыть счет людям которых партнер виза или инвесторская виза гораздо сложнее потому что им необходимо обосновать все-таки свои доходы которые будут приходить из вне страны до из российской федерации или из любой извиняюсь что тебя перебиваю да про банковские счета мы поговорим попозже а вот сейчас скажи зачем нам вообще нужна резидентская виза ведь туристам можно 90 дней без визы и потом продлить на 60 дней какие преимущества она дает еще вот и в любом случае понимаешь в основном же как бы какая цель если человек действительно приехал сюда проживать то ему необходимо здесь постоянно находиться и чтобы это было комфортно и в этой части оформление страховки международные права возможно снимать долгосрок все это связано с резинской визой поэтому если люди собираются здесь проживать в статусе туриста это достаточно некомфортно если люди собираются открыть банковские счета перевести сюда капитал или заниматься ким-либо видом деятельности то опять же им необходима виза потому что без нее ты не откроешь здесь банковский счет нельзя не резидент открыть мы открываем счета и не резидентом в том числе но в основном это взаимосвязано с большим капиталом с тем когда человек предлагает банку переставить свои средства допустим там и швейцарии ком-то определенном большом объеме банк идет навстречу на основании этого предлагает им какой-то депозитный сценарий где ты зачастую как бы кладешь деньги на север аккаунт и они заморожены в чинь код определенного периода вот не всех это устраивает и плюс опять же от себя просто добавлю что когда ты все-таки резидент у тебя есть права здесь и больше поэтому представим что завтра тебе знаю заморозили аккаунт выдали тебе менеджер чек тебе что-то нужно с этими средствами делать что ты с ними будешь делать это большой вопрос когда у тебя есть резиденция это открывает счета в разных банках ну и соответственно открытие счета для нерезидента она по большому счету будет настолько достаточно дорогим поэтому гораздо выгоднее и интереснее сделать это на основании резиденции открыть официально счета и работать то есть не резидентом это в виде исключений чтобы банку было интересно крупные суммы если коротко да однозначно вообще я рекомендую открывать и делать резиденцию всем потому что многие люди на сегодняшний день купили здесь недвижимость и знаешь такой нюанс вот они приобрели недвижимость инвестировали какой-то период времени сейчас пройдет подойдет момент продажи они могут продать но когда на вторичном рынке продаешь за всегда выписывается менеджер чек и далее возникает такой некий коллапс потому что менеджер чек выписано твое имя ты не резидент в дубай ты обращаешься в банк а в банке просит твою резиденцию для того чтобы тебе как бы откажете этот менеджер чек у тебя возникает как бы такая жесткая ситуация что не резидент есть менеджер чек на руках а банк просит резиденцию чтобы выдать тебе наличные поэтому менеджер чеку и возникает такой вот диссонанс и требуется как бы какое-то быстрое принятие решений, как же это сделать? От себя хочу сказать, вот Антон говорил, он рассказал про визу инвестора, про визу по регистрации компании, вот очень подробно он рассказывал, как открывать компанию в нашем фильме, где мы рассказывали о судьбах людей, которые переехали в Дубай, так что обязательно посмотрите, ссылочка на фильм будет под этим видео. Вообще, как долго оформляется резидентская виза? По каждой визе, виза инвестора. Человек купил квартиру, что сделал дальше? После покупки квартиры важно, чтобы застройщик сдал свои документы в земельный департамент. После этого мы это делаем в течение 7 дней, опять же, есть процедурные моменты, которые необходимо просто соблюсти, в течение 7 дней получить некий документ, на основании которого уже можно получать визу. Что касается полной процедуры, где-то 20-30 дней занимает выдача title date, свидетельство на право собственности, и только после этого подается на визу. Золотая виза в ком-объекте? Быстро получить, ты говорила, можно за 2 дня. Вообще, один, да, есть проект, он как раз прямо за нами находится, как интересно. Это проект Альхавтур, он состоит из трех резиденций, две, которые полностью распроданы, и третья сейчас как раз-таки с осени прошлого года они только начали ее продавать. И состоит также из трех пятизвездочных гостиниц рядом. Это все один большой комплекс. У них на территории находится просто вертолетная площадка, теннисные корты, самая большая площадка для отдыха, именно где бассейны, там зоны, не знаю, там джакузи и так далее. Вот, это шикарный на самом деле проект. И мы столкнулись с тем, что при продаже обычно, когда ты подаешь документы на золотую визу, тебе нужно потратить месяц-полтора, чтобы заполучить все нужные документы от застройщика. Плюс у них есть такая, как это сказать, у них есть разрешение на то, чтобы выдать это в течение 30-45 дней. Они могут задержать. Именно этот застройщик, Алхаптур, они нам в последний раз за два дня подготовили все документы. И это к нашему шоку, к шоку инвестора, конечно же, потому что он надеялся, ну не то, что надеялся, он думал, ну сейчас месяц, мы-то предупреждаем всегда, сколько это приблизительно занимает по времени. И просто проходит два дня, нам присылает застройщик все документы, и мы вот так вот сидим. А как? Такое бывает? Вот, поэтому для тех, кто действительно, ему вот прям сейчас нужно подать на золотую визу, либо оформить уже все документы в ближайшее время, и это потрясающий проект. Не только именно в плане скорости подачи документов и предоставления документов, также и внутри, само качество проекта, то, что он из себя представляет, как это отдельный город в городе. Сама процедура оформления визы с прохождением всяких медикал-тестов, получением ID через почту и так далее, там есть моменты, где ты теряешь просто время, все это будет занимать, наверное, в обычном случае дней 15. Мы, в принципе, предоставляем услугу по получению золотой визы за 7 дней, 7-10 дней, вот я бы так сказал. И что касается компаний, в принципе, регуляторика такая же, на основании трудоустройства можно получить визу вообще за 7 дней, там за 7-8 дней, чуть быстрее, нежели там с недвижимостью, потому что там еще есть получение вот того самого заветного документа основания. Что касается открытия компаний, то, в принципе, оно занимает от 3, опять же, до 6-7 дней, в основном, в большинстве своих случаев, и после этого, опять же, подается виза. Ну, то есть, если в целом говорить, давай говорить так, от 15 до 30 дней в целом можно рассчитывать на то, что визу можно получить через такой период времени. Ну, я от себя хочу добавить, это очень хорошо, я думаю, многие знают, что как сейчас обстоят дела с видом на жительство в Европе, либо очень сложно получить, либо, ну, просто очень долго, не факт, что тебе его дадут, а тут, получается, сроки до месяца. Нет, на самом деле, в этом плане как-то система отрабатывает и выстроена совершенно комфортно для людей, вот, поэтому я думаю, что да, это действительно такой быстрый процесс. Это вот для самого заявителя или сразу же и член его семьи вот вперед? Нет, члены семьи получат свои визы тогда, когда уже сам заявитель оформил себе резидентство, получил ID, и после этого он уже как спонсор пришел и как резидент и подал спонсорство за членом своей семьи. И уже на основании этого они получат, то есть это будет последовательная, как бы, итерация. Нельзя это сделать одновременно. Антон, мы вот сейчас с тобой проговорили про резидентские визы, еще есть виза фрилансера, по-моему, да? Да, есть виза фрилансера. Выдают фризоны, не скажу, что это такой суперпопулярный продукт, просто из-за своей стоимости. Если его сравнивать с открытием компаний и с учетом того, что нужно будет платить через год продления, через два года, с учетом каких-то там взносов и госпошлин, зачастую люди выбирают открытие компаний, а некоторые кооперируются в 2, 3, 4, 5 человек, потому что на одну компанию можно уже получить некое количество виз. Зачастую так и происходит. Кто-то из бизнесменов едет, открывает компанию совместно с кем-то, либо кого-то трудоустраивает в эту компанию, и на основании этого у них получается, например, что они, купив одну компанию, открыли и получили 5-10 виз, например, и являются сотрудниками этой компании. Такое тоже возможно. То есть это просто выгоднее и быстрее, чем виза фрилансера? Да, да. Это выгоднее и быстрее, и самое главное – это гарантирование, потому что рынок устройства, выдача виз через трудоустройство – это достаточно такая серая схема. Мы, к примеру, этим не занимаемся практически совсем, то есть мы работаем в этом ключе с партнерами, которые отчитываются официально перед органами, но мы выступаем как третья сторона. Мы никому не рекомендуем идти по этому пути. То есть, как я понял, все должно быть легально, прозрачно и законно? Сто процентов. Тогда у вас здесь не будет впоследствии проблем? Конечно. Которые могут открыто вам сделать? Мы вообще по-другому просто бизнес не строим. Я не люблю схемы, которые не масштабируются и которые не являются белыми. Поэтому, если это в законе, если это можно с этим работать и об этом заявлять, да, отлично, супер, мы можем с этим работать. Если это какие-то полусерые схемы, ну, кому они интересны? Нам нет. Вот ты говорил Emirates ID. Это после резидентской визы? Резидентская виза – это вклейка в паспорт. Это то, на основании чего ты как бы прибыл в страну и находишься в ней, и имеешь право в ней находиться. А Emirates ID – это такое национальное удостоверение, которое сделано для экспатов. В Америке, я помню, в свое время для студентов там были айсики какие-то, да, там они назывались. Это просто удостоверение, которое говорит о том, что ты имеешь право здесь находиться и на основании чего. Туда зашит чип, сделан фингерпринт твой, это отпечаток пальца. И, собственно, когда ты даже, например, там оформляешь себе сим-карту, ты приходишь, вставляешь Emirates ID, прикладываешь палец, на основании этого тебя идентифицируют. То есть паспорт здесь носить с собой не нужно. Да и Emirates ID не всегда требуется. Зачастую достаточно всегда скан копии, которые у тебя есть в телефоне. Также есть приложение, в котором тоже есть твой Emirates ID. И вообще все документы, которые ты здесь получаешь, ты купил машину, у тебя подгрузился документ. Ты купил номер для своего автомобиля, у тебя подгрузился документ, соответствующий в приложении, и там будет отмечено, что это твой номер, он за тобой закреплен. Поэтому в этом плане достаточно комфортно здесь все выстроено. Еще вот какую процедуру нужно пройти? Как ты говорил, нужно сдать документы, медицинские анализы, вот помимо того, чтобы выполнить ряд условий для оформления резидентской визы. Сама процедура оформления, Миша? Ну, сама процедура оформления выглядит следующим образом. Ты берешь пакет документов, которые необходимы. Эксперты тебе говорят, что необходимо с собой взять, что приложить, что легализовать и так далее. Легализация тоже, в принципе, документов проходит в основном здесь, потому что здесь это сделать даже быстрее, чем в Российской Федерации. Люди приехали здесь, заказали легализацию, получили полный комплект документов, приехали непосредственно в орган выдачи Emirates ID и резидентских виз. Первое, что они делают, они записываются, и в этот же день сдают свой паспорт на резидентскую визу, и в этот же день они проходят медицинские тесты крови, рентген, и, соответственно, сдают биометрию. Биометрию, опять же, могут назначить и через месяц. Обычно это история, которая требует ускорения, и при правильном подходе, то есть это занимает один день. На следующий день ты уже сдаешь биометрию по пальцу, и ты получаешь на основании этого дня через три результаты своих медицинских тестов. Если они вдруг по какой-либо причине будут отрицательными и не будут подпадать под требования, то тогда немедленная депортация из страны. Если все в порядке, то ты на основании этого получаешь резидентскую визу, и после этого буквально дня 4-7-10, наверное, занимает история с тем, что почта привозит тебе по адресу сам документ, сам Emirates ID. И ты уже полноправно можешь везде им пользоваться и, собственно, распоряжаться. Зачастую эту процедуру мы тоже пододвигаем, делаем ее гораздо быстрее и комфортнее для клиента, и стараемся получить и ускорить все вот эти процессы, из которых состоит процесс. Все нюансы, которые он говорит по открытию резидентских виз, есть в нашем телеграм-канале. Ссылочка будет ниже на телеграм-канал, который ведет компания Антона. Там все эти нюансы у нас рассказаны. Давай как раз вот, Антон, поговорим теперь про банковские счета. Более подробно. Если есть резиденция, в каких банках? Все банки дают, не все. Какие условия? Везде, во-первых, разная регуляторика. Нужно общаться с экспертами, нужно всегда понимать, что конкретно у тебя есть запросов, что ты хочешь делать с этими банковскими счетами и четко эти мысли излагать. Объясню на примере. Многие слышали про банк Emirates NBD, и многие в своих запросах говорят, а нет, мы хотим счет в Emirates NBD. Это самый, например, известный для нас банк, самый сохранный, с какими-то гарантиями и так далее. Государственный банк. Самый большой вообще по капитализации в ООО считается First Abu Dhabi Bank, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день, хотя у Emirates NBD тоже огромная капитализация. Но в то же время Emirates NBD, например, задает постоянные вопросы по поводу любых транзакций, связанных с внешними какими-то банками. То есть, когда к тебе заходят деньги с разных стран или с одной страны, но с другой, не с ООО, в Emirates NBD ты будешь ходить как на работу и отчитываться за каждую копейку, которая пришла. Даже если ты до этого прошел банковский комплайнс и обосновал свои доходы. Что нельзя сказать о банках, например, ну не знаю, какой-нибудь Ракбанк взять. Там долго проверяют, долго открывают счет, в течение месяца это все занимает, много вопросов задают, но зато потом меньше возни, меньше этой регуляторики. Банк совершенно лояльно смотрит, если ты перемещаешь средства, которые обоснованы тобой при открытии банковского счета. Фаб, Машрек, Машрек достаточно хороший банк, как по мне, и достаточно понятный, как бы с точки зрения, опять же, открытия счетов. Мне очень нравится Фаб просто за их политику. То есть, у них, например, есть некие тонкости, которые позволяют впоследствии открыть проще корпоративный счет. Или наоборот. То есть, когда у тебя есть корпоративный счет, ты можешь легко открыть там личный. Или наоборот, когда есть личный, легко открыть корпоративный. В каком-нибудь Emirates NBD никто не будет смотреть на то, что у тебя есть на твою компанию корпоративный счет. Ты приходишь за личным счетом, а у тебя возникает проблема, и тебе его не открывают какой-то надуманной причине. И ты ходишь, пытаешься это сделать, если ты это самостоятельно делаешь и не знаешь всех этих правил регуляторики центробанка и так далее. У тебя возникает проблема, ты тратишь, опять же, время. У нас в компании для этого специально нанят сотрудник, который работал в банковском секторе. Он знает регуляторику ЦБ местную. Он помогает клиентам, собственно, открывает банковские счета достаточно быстро, с комфортом и с пониманием того, что необходимо предоставлять, а что является излишним требованием, проверяет документы и предоставляет их в банк. Давай сейчас мы перейдем к другим типам виз, например, рабочая виза. И как раз так же расскажешь нюансы открытия банковского счета. Ведь, как я знаю, например, если у тебя рабочая виза, то у тебя, например, ну ты лучше расскажешь нюансы про банковский счет. Деньги могут поступать на счет отработодателя, да? Да. Да, отработодателя, конечно. Ну, допустим, а если у тебя приходят миллионы из России, то лучше... То тебе необходимо это обосновать. И лучше, когда ты это обосновал на входе, нежели когда тебе заблокировали аккаунт и потом выставляют счета за то, чтобы разблокировать этот аккаунт. Всегда необходимость. Здесь дураков нет. И когда человек приходит и говорит, что у меня есть там золотодобывающая компания в Африке, и она будет перемещать миллионы долларов, то однозначно у этого человека завтра возникнет проблема, потому что банковский комплайнс на все это будет смотреть сквозь вот такую вот лупу. Поэтому гораздо проще, когда люди излагают ясно свои мысли, четко обозначают, что они собираются делать, какой у них кейс, и тогда им можно помочь, тогда для них можно предложить хороший сервис, ну и, собственно, не ошибиться нигде в процедурных моментах, потому что в Дубае процедурных моментов очень много, на которые необходимо обращать внимание. И кроме как опытным путем больше никак их не узнаешь. Насчет того, что лучше, я опять же уже повторюсь. Необходимо понимать запрос. Лучше для чего? У тебя есть 10 миллионов долларов, ты собираешься их перевезти из Швейцарии в Дубай? Или ты собираешься зарабатывать средства здесь, получать доход здесь, и, собственно, комфортно завтра оформить себе там банковский кредит? В зависимости от этого и будет решение, какой лучше тип визы тебе сделать, по которому оформить уже резидентскую визу. Но это лучше уточняется у специалистов по каждому конкретному кейсу. Однозначно, и необходимо просто говорить, какой кейс конкретно у тебя. Вот сейчас у меня, собственно, к тебе этот вопрос. Для того, чтобы на него грамотно ответить, необходимо понимать, что конкретно ты будешь делать. Исходя из этого, можно посоветовать. А так, когда люди не говорят, когда люди не знают, когда сейлс-команда как бы отрабатывает просто как... Типа, откройте мне счет просто. Откройте счет, вам открывают счет. Сделать мне резидентскую визу, тебе сделаю резидентскую визу. Потом куча проблем, которые у тебя возникают, с которой ты потом ходишь и как бы плюешься на этот сервис, она возникает именно либо, а, по причине того, что сейлс-менеджеры просто продают продукт, либо по причине два, если ты сам недорассказал что-то о себе. Как я знаю, если получаешь резидентскую визу, также можно перевезти сюда свою семью, оформить на них резидентские визы. Да, конечно. Расскажи подробнее на кого, на детей, на родителей. Это может быть на родителей, это может быть на детей, в том числе и совершеннолетних. Опять же, есть зависимость, там, сколько лет, замужем, не замужем и так далее. Но в основном на супругу и на детей, как бы это всегда возможно, и на родителей в том числе. Ты оформляешь спонсорство, это то же самое, то есть люди получают, твои члены семьи получают такую же визу, которая есть и у тебя. Просто в основании написано, что спонсор и спонсор, спонсором будешь в данном случае являться просто ты. Вот и все. А процедура вся такая же, те же самые госпошлины, и, собственно, выдача Emirates ID и получение резидентской визы. Про ипотеку. Обладатели резидентской визы могут взять ипотеку. Расскажи подробнее, на каких условиях. В основном финансовый сектор здесь рассматривает тебя, как участника финансового рынка, в тот момент, когда ты на протяжении полугода хотя бы имеешь какую-то финансовую, какую-то финансовую историю, то есть какой-то трек-рекер. То есть для этого необходимо просто либо получать заработную плату, либо, собственно, получать дивиденды из компании, либо обосновать доход и происхождение в какой-то другой стране, и, собственно, на основании этого переставить их сюда. В таком случае банк видит твою доходность, он может спрогнозировать какую-то твою финансовую стабильность, и на этом основании он уже выдает кредит. Но зачастую 6 месяцев-год тебе требуется для того, чтобы подтвердить свою финансовую состоятельность, чтобы у банка была соответствующая какая-то аналитика, и они могли принять решение, каким образом и сколько денежных средств тебе выдать. Расскажи, пожалуйста, о счетах. Вот некоторые люди хотят, слыша рекламу, что здесь дают 6% годовых в долларах, можно получать в дирхамах, просто переведя деньги на банковские счета. Есть такая возможность или это... Я что-то не то услышал? Нет, все правильно. В долларах в определенном банке здесь есть такая история, что предлагают 6% годовых, причем сильно это не афишируют. Мы с тобой уже ранее касались этой темы. Я считаю, что это связано именно с тем, что доллар ждет какая-то судьба, и кто-то о ней просто предполагает и знает, и система вот таким образом отрабатывает. Поэтому я вижу, как страна заинтересована в том, чтобы долларовая масса аккумулировалась здесь на денежных счетах. У меня на этот счет своя гипотеза, для чего это делается и почему, потому что я бы никогда не платил на долларовую массу процент больше, чем в национальной валюте. По мне, это просто абсурдная история. Поэтому, когда я такое вижу, я считаю, что это некий такой звонок, сигнал. Я думаю, люди, которые как бы анализируют ситуацию, и если задают вопрос себе, зачем и почему, они тоже будут склонны к такому мнению, которые есть у меня. Но вы можете помочь, если кто-то хочет открыть такие счета в долларах, в дирхамах. Конечно. Это услуга по открытию банковского счета, а дальше это уже банковский продукт. Естественно, мы не гарантируем шести процентную годовую доходность, потому что это продукт банка, и он, естественно, меняется время от времени. Но на определенную сумму, при определенных условиях, да, банки дают и такую процентную ставку. Ну вот, еще часто слышал, тут можно оформить даже кредитные карточки, как у нас, не буду называть банки, кредитки дают. И здесь тоже так его можно дать. Ну конечно, конечно. Любой банк, да, любой банк выдает тебе и чековую книжку, и дебетовую карту, и в том числе и кредитную карту. Кредитную карту, в свою очередь, можно получить достаточно легко, даже не имея какого-то трек-рекорда, достаточно будет положить, к примеру, 20 тысяч дирхам на счет. И тогда эти же 20 тысяч дирхам, ну там за вычетом какого-то процента, например, 18 тысяч дирхам, доступны тебе к тратам. И в принципе люди так и делают. Они получают заработные платы и кладут их на сейвер-аккаунт, где им начисляется процентная ставка, а пользуются деньгами, которые лежат на кредитной карте. Ну то есть списывают с кредитной карты. И в течение 55 дней потом пополняют. Это такая индусская схема. Я так понимаю, на этом немного можете заработать, то есть я этим не пользовался, не знаю, но как бы я вот это слышал, что многие люди делают именно таким образом. Еще что касается банковского продукта, мне, например, нравится история, связанная с Ракбанком. У Ракбанка единственного здесь вообще в Эмиратах есть продукт, который позволяет тебе всегда иметь финансы под рукой. То есть ты, допустим, покупаешь это у них на хоумлоун, на покупку квартир, там, апартаментов, вилл. Они выдают кредит ипотечный, который по своей сути позволяет минимизировать процентную ставку при наличии денежных средств у тебя на счету. То есть, к примеру, ты купил за миллион дирхам какую-то квартиру, и ты положил на счет миллион дирхам. В этом случае у тебя 0% ставка по кредиту. Ты забрал оттуда 500 тысяч, вот на 500 тысяч тебе начислили проценты. Это очень удобно, потому что недвижимость – это все-таки неликвидный актив. При правильной конъюнктуре рынка и при подходе нормальном любого инвестора всегда есть возможность выйти. Любой график растет вот так, вверх. Есть взлеты и падения, но вверх все равно тенденция есть на всех графиках, если это не скамный какой-то продукт, который нацелен просто на опустошение чьих-то карманов. Дубай явно не такой продукт. Дубай – это отличная история, как бы бизнесовая и инвестиционная, поэтому однозначно график идет так, и вопрос лишь в какой нужный момент времени ты выйдешь, и сколько ты продержишь эту недвижимость, допустим, у себя, и когда ты ее захочешь продать. Поэтому такой банковский продукт в этом плане – супер просто актуальная тема, потому что ты можешь в любой момент брать деньги, когда тебе нужна какая-то ликвидность, что-то приобретать, покупать, куда-то тратить, потом их возвращать на счет и минимизировать процентную ставку тем самым. Поэтому это здорово. И я такого нигде никогда не слышал. Ну, то есть сегодня платежи из России идут напрямую застройщику, и не обязательно здесь заводить, например, свой банковский счет. Конечно, конечно. Но потом, впоследствии, в любом случае, я рекомендовал бы оформлять резидентскую визу, чтобы накапливать здесь какой-то трек-рекер, чтобы получать денежные средства от сдачи в аренду, чтобы не пользоваться услугами каких-то третьих лиц, которых здесь много. Потому что, к сожалению, финансового мошенничества здесь хватает. Есть люди недобропорядочные, которые постоянно что-то здесь мухлюют с различного рода, там, историями с чеками, с переводом денежных средств, с приемом этих средств. Все от того, что достаточно лояльно государство относится к рассмотрению таких нарушений. И для того, чтобы возбудить какое-то дело, необходимо уведомить человека, там, три раза. Попросить его три раза вернуть средства, обратиться к адвокату, чтобы это уведомление было официальным. А адвокаты здесь не дешевые. Поэтому в такие ситуации лучше не попадать. Здесь очень важно понимать, с кем ты имеешь дело. Скажи, пожалуйста, самому приходилось сталкиваться с такими случаями на практике вашей компании? Конечно, а у меня у самого был случай. И в компании очень много было кейсов. Мы всегда стараемся помочь нашим партнерам, клиентам. И недавно буквально был кейс, когда одна из компаний-застройщиков по какой-то причине не выдавала title deed клиентам. И мы активно с этим сейчас разбираемся. И договорились уже с земельным департаментом, чтобы помочь данным клиентам получить title deed. Это на самом деле выходит за рамки нашей компетенции, наших услуг. Но, тем не менее, мы на это идем. А у меня у самого были истории, когда меня жестко здесь обманывали. Причем это было прям такое сродни мошенничеству. Я не буду как бы определять постатейно, что это. Но то есть это был планомеренный такой обман. В конечном итоге я свои деньги вернул и забрал. Но это была такая история четырех месяцев, когда пришлось действительно очень много на это время и сил потратить, чтобы забрать свое. А давай немножко вот скажи, мы не затронули в фильме, отличается ли чем-то регистрация, например, крупного бизнеса, собственник хочет перевести крупный бизнес, или как ты вот говоришь просто компания, где работает пять человек. Есть какие-то нюансы? Да нет, конечно же нет. Есть нюансы просто в том, какую форму, какую модель, какую лицензию ты хочешь получить, какой конкретно вид деятельности вести. Многие спрашивают, например, открытие дочерних компаний. Я не понимаю, зачем. Потому что в основном все государства вне, это государства, в которых есть четкая схема налогообложения. Зачем тебе открывать дочернюю компанию, когда ты находишься в налогооблагаемой зоне? Я вообще не понимаю такого запроса. Поэтому все в зависимости от запроса. Кто-то хочет холдинговую компанию для того, чтобы владеть имуществом, например, в Российской Федерации или где-то в Европе. Кто-то хочет какой-то семейный фонд, который бы владел имуществом по всему миру и давал бы возможность распределять между собой. То есть вот такие сложные кейсы, они просто увеличивают саму процедуру проработки. Потому что зачастую каждый такой кейс требует индивидуального подхода и индивидуального взаимодействия с государственными органами. А в основном те виды деятельности, которые являются типичными и понятными и не обладают такими формами запроса, просто быстрее процедура сама проходит, быстрее можно понять, какую лицензию получить, в какой фризоне заплатить за это средство. И уже послезавтра владеть компанией здесь, на территории Эмирата. То есть, как я понял, твой ответ. Если какой-то крупный бизнес, какой-то масштабный бизнес, это просто занимает дольше времени, ну а какие-то подробности... Да нет, это не занимает больше времени. Просто если это будет понятный бизнес, допустим, торговля нефтепродуктами, торговля, не знаю, алмазами и золотом, или там, не знаю, айтишный какой-то продукт, все понятно, все предельно доступно. Просто сложные формы, когда требуется какая-то сложная форма управления, какие-то особые права между соучредителями, не знаю, чтобы это подпадало под английское право, чтобы международный суд мог там как-то это право отстоять, чтобы владеть какими-то активами за пределами страны и внутри страны вести какую-то деятельность. То есть, я вот про такие случаи. То есть, они действительно сложные, но это запрос одного процента, когда люди там сюда полноценно переезжают, у них есть четкий план действия и развития, и в принципе, ну, небольшого труда тоже не составит проработать вопросы и принять решение, какая форма владения, в каких фризонах или на мейнленде там потребуется им, для того, чтобы они вели свою деятельность в таком ключе. Антон, возможно, я не задал какой-то вопрос. Расскажи, вот, чем занимается твоя компания, какие вы еще услуги оказываете, если есть что сказать? Да мы, нет, у меня всегда есть что сказать. Я думал, Эрик, что он торопится, потому что рупии надо поменять. Дирхамы на рупии, потому что он летает сегодня в Индию. Я на самом деле, да как тебе скажу, у нас есть компания по недвижимости, есть компания по консалтингу, обе они, в принципе, являются таким связующим звеном между собой, потому что предоставляют полный сервис по релокации семьи, релокации капитала и релокации бизнеса. Поэтому, когда у человека есть запрос в этом ключе, релокация капитала бизнеса или семьи, собственно, мы готовы этот запрос принять. С точки зрения инвестиций, я бы не позиционировал нашу компанию по релостейту как компанию какой-то брокера. Мне немного не нравится сама эта формулировка, потому что брокер – это посредник между застройщиком и покупателем. И с моей точки зрения, брокер здесь видоизменился до такой стадии, что он действительно является сугубо посредником, то есть зачастую отстаивает интересы того, кого он продает. Мне бы хотелось немного расширить это понятие и применить какую-то инвестиционную составляющую, что помимо того, что это брокерская услуга, это все-таки работа аналитики. Я не могу не отметить тех людей, которые у нас занимаются ежедневно, ездят, посещают объекты, смотрят, кто их строил, смотрят, кто их проектировал, оценивают какую-то их рентабельность будущих лет, понимают, что они на рынке действительно обладают каким-то преимуществом и позволяют людям действительно заработать. Вот это дорогого стоит, потому что если когда у тебя есть партнер, который тебе скажет, что слушай, покупай вот это, потому что это будет завтра стоить 10 рублей, а сегодня 5, то однозначно эта информация, она имеет свою ценность. А когда тебе просто говорят на рынке, что да, вот это стоит 10, и вот это 15, бери вот это, то это другая история. Поэтому мы работаем в таком ключе, ну и с точки зрения консалтинга, мы сейчас с тобой все проговорили, как бы вот эта экспертиза, понимание того, как здесь выстроен рынок, да и в целом, знаешь, когда люди открывают здесь компанию, мы знакомимся, общаемся, я всегда лично со всеми встречаюсь, и происходит как? Завтра жизнь не заканчивается, люди обращаются вновь, у людей возникают какие-то вопросы от детей в школы, заканчивая, там, не знаю, какими магазинами пользоваться, в какие магазины ездить и какими приложениями здесь пользоваться, как решать какие-то проблемы, какие-то штрафы, какие-то, не знаю, там, аудит, комплаенс банковский, антимани лаундри, закон, там, и так далее, у тебя возникает огромное количество вопросов, которые в Российской Федерации ты знаешь, как решать, или в своей родной стране ты знаешь, как решать, а здесь ты еще с этим не сталкивался, и любому человеку, который здесь начинает пускать корни, как бы я сказал, да, в любом случае придется пройти этот путь. Вопрос, насколько быстро он это пройдет, насколько ему будет комфортно, будет зависеть от того, с кем он будет коммуницировать. У меня здесь есть друг, я надеюсь, что я в ближайшее время тебя с ним познакомлю, он занимается криптовалютами, переводом денежных средств, если у кого-то возникнет вопрос в этом, это всегда можно грамотно и понятно решить, причем в легальном правовом ключе. Мне очень хотелось бы, чтобы ты просто с ним записал интервью, с удовольствием, да, как кейс, который как бы действительно интересен, вот, и знаешь, мы с ним когда познакомились, он приехал, я тогда жил, по-моему, в отеле, он приехал знакомиться, сели напротив друг друга, он говорит, слушай, знаешь, я такое количество людей здесь узнал, и 90% из них постоянно что-то говорят, а это неправда. И мне настолько это как-то вот мешает, потому что он сам с такого провинциального города, он говорит, я не привык ко всему этому, и постоянно ищу людей. И как бы мы сошлись вот в этом, просто потому, что, наверное, я тоже достаточно провинциального города, как и ты. И для меня дико, когда люди могут говорить что-то, что разнится с их действиями, да, слова, которые не отвечают потом за их поступки. Для меня это сугубо очень важный фактор, потому что, если нет ценности в твоих словах и в твоих поступках, наверное, нет ценности в тебе в целом. Вот, и я крайне не приветствую таких людей, но, к сожалению, их здесь действительно много в разных секторах, и не знаю, почему так сложилось, но большое их здесь количество. Я стараюсь, чтобы наш бизнес и те люди, которые приходят, отвечали критерию честности, критерию какой-то, в хорошем смысле слова, понятийности, когда они действительно отвечают за то, что они делают, когда они знают, что они продают и почему они это советуют. В целом так. Смотрите, вот по недвижимости Антон, мы с Антоном записывали два или три интервью, три, по-моему, да, уже? Я даже не помню, сколько. Но мы часто с ним встречаемся, вот все ссылочки на эти интервью я дам под этим видео, просто там он очень подробно рассказывает, какой процент от дохода, в каком районе лучше выбирать, какую недвижимость лучше вкладывать, чтобы нам просто не повторяться, а вот о его личной истории, истории переезда, смотрите в нашем фильме, там будут истории как раз ребят, которые переехали в Дубай. И все это есть в нашем телеграм-канале, ссылочка на телеграм-канал будет под этим видео. Подписывайтесь. Антон, спасибо огромное. Да, спасибо тебе. И мы, думаю, еще увидимся и запишем интервью с другими интересными людьми. Однозначно, приезжай, я всегда рад. Со временем, конечно, есть большая проблема, но вот организовать таким образом, познакомить тебя с людьми, с ребятами, чтобы ты мог приехать и пообщаться, и записать что-то интересное, конечно. Конечно.